Обязательно подпишись на наш паблик ВКонтакте, чтобы смотреть еще больше кайфовых видосиков в нашем переводе. Ссылка есть в описании под этим видео. Это Mercedes-Benz SL Class 2018 года. И мне правда нравится эта машина. Это красивый кабриолет с великолепным дизайном и потрясающим интерьером. И он ведет свою 60-летнюю родословную от шикарного Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 50-х годов. И великолепные модели Pagoda SL 60-х годов. Есть только одна проблема. Mercedes-Benz SL терпит неудачу. И я верю, что он обречен на снятие с производства. И сегодня я собираюсь объяснить, что я имею в виду. Я арендовал эту машину, используя Тура. Это такой сервис, который позволяет вам арендовать крутые и интересные машины других людей, как вот эта. Вместо обычных скучных аэропортовых прокатных машин. Вы можете зарегистрироваться в Туру, если кликните по ссылке в описании снизу, и вы получите 25-долларовую скидку с вашего первого проката в Туру. Я арендовал конкретно эту машину, используя Тура. Гоу. Это новая функция, которая позволяет вам использовать приложение Туру на вашем телефоне, чтобы разблокировать машину. И потом вы можете на ней уехать, что предоставляет путешественникам дополнительные возможности, помимо встречи с владельцами или доставки машины. Туру.Гоу запускается на отдельных рынках и для отдельных автомобилей на этой неделе. Но возвращаемся к SL. Вы, наверное, смотрите это и думаете, что я сумасшедший, потому что говорю, что Мерседес SL терпит неудачу. И что я даже предполагаю, что Мерседес могут снять с производства знаменитый SL-класс. Но я серьезно. Вот какая ситуация. В 50-е годы Мерседес SL был вершиной развития. Это была абсолютная вершина линейки. Это была самая особенная и самая дорогая и самая мощная модель Мерседес Бенц и, бесспорно, самая желанная. Это была модель Мерседес Бенц, которая показывала направление, в котором пойдут все прочие модели Мерседес Бенц. Хотя со временем все поменялось. В 70-е и 80-е Мерседес Бенц выпустили две востребованные модели SL. Но с тех пор произошли две важные вещи. Первая. Произошла общая переориентация потребительского интереса от кабриолетов. И вторая. Честно говоря, SL размяк. Мы начнем с первой, а именно того, что люди просто больше особо не покупают кабриолеты. Зацените, в 2005 году Мерседес Бенц продали 10 тысяч новых моделей SL. В прошлом году они не добрались даже до 3 тысяч. Вот график, показывающий продажи Мерседес Бенц SL за последние 13 лет. И выглядит он не очень. По правде говоря, эта машина не очень продавалась в течение приблизительно 15 лет, даже не смотря на то, что Мерседес Бенц потратили кучу денег на редизайн для 13-го модельного года. И так не только SL. В 2005 году Порше продавали около 8 тысяч экземпляров Бокстера. В прошлом году они не продали даже 2300 экземпляров. Вот график продаж Бокстера за последние 13 лет. По правде говоря, вы можете сделать такой график для каждого кабриолета на рынке. Или, по крайней мере, для тех, которые уже были сняты с производства. Похоже, что люди в наши дни предпочитают сидеть высоко во внедорожниках, а не ездить без крыши в кабриолетах. И еще есть проблема в том, что SL просто размяк. Когда-то давно это был крутейший Мерседес в линейке. Самая захватывающая и волнующая модель. И каждая голливудская звезда хотела, чтобы ее видели в этой машине. Но со временем он превратился в такую люксовую машину для покатушек с большим двигателем, но при этом с мягкой подвеской. И с приоритетом на люксовость и комфорт. Теперь у него репутация машины, которую покупают только старики, когда выйдут на пенсию. И, честно говоря, он больше ни для кого не является объектом желания. И что еще хуже, Мерседес Бен заменили SL в своей собственной линейке. Новый AMG GT Roadster предлагает такие же захватывающие, волнующие, высокие динамические возможности, которые раньше были у SL. И если вы хотите бескомпромиссный люксовый кабриолет, то у Мерседеса он тоже есть. Это S-класс кабриолет, и это не оставляет особо места для SL между ними. Так что, по сути, SL до сих пор держится только благодаря своей истории и тому, что есть достаточно 74-летних мужчин, которые только что продали свои стоматологические кабинеты, чтобы продолжать оправдывать его существование. Пока что. Но, честно, я думаю, что в современном мире просто больше нет места для SL, что на самом деле жалко, потому что это довольно хорошая машина. И сегодня я покажу вам, что я имею в виду. Сперва я покажу вам SL и покажу вам все его интересные фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. И чтобы узнать больше моих мыслей про SL, кликните по ссылке снизу, чтобы перейти на autotrader.com.au, где я также составил список лучших, более старых моделей SL, в данный момент продающихся на Autotrader. А теперь переходим к фишкам и особенностям. Я обозревал уже много новых моделей Mercedes-Benz, поэтому я постараюсь обратить внимание на вещи, которые уникальны для SL. И я начну с крыши, которая довольно интересная. Так вот, когда крыша на месте, у вас есть два варианта. Первый. Она может быть полностью закрыта, и вы как будто в купе. Но, что удивительно, в ней также есть движная шторка. Так что, если вы хотите, чтобы машина была в конфигурации купе, но вы хотите, чтобы в салон попадало солнце, но не хотите полностью опускать крышу, то вы можете сдвинуть шторку назад, чтобы внутрь светило солнце, и при этом у вас не портилась прическа. Довольно крутой штрих. И далее мы переходим непосредственно к складыванию крыши. Во-первых, довольно интересный сам способ, которым вы опускаете крышу в этой машине. На центральной консоли есть как бы три крышки. Вы открываете самую переднюю крышку, она открывается в сторону водителя, и затем вы тянете эту небольшую серебряную петлю, и она складывает крышу. И сейчас я так и сделаю. Есть пара интересных вещей, стоящих упоминаний. Одна из них — это кнопка внутри этой области управления крышей, которая управляет окнами. Эта кнопка опустит или поднимет все окна одним или двумя нажатиями, и вы ее как бы тянете, и все окна поднимаются. И вам не нужно беспокоиться об отдельном закрытии или открытии всех окон, когда опущена крыша. Это гениальная кнопка, и она должна быть во всех машинах, а не только в кабриолетах. Но я рад, что она есть в этом. Другая гениальная идея, которую Mercedes-Benz применили в этой машине, это будет воздушный шарф. Давайте представим, что вы едете ночью, на улице прохладно, но вы хотите ехать с опущенной крышей, и вы беспокоитесь, что можете простудиться. Естественно, в этой машине есть подогрев сидений и обычная система обогрева климат-контроля, но здесь также есть воздушный шарф. И по сути, что это такое? Это обогреватель, который находится позади вашей шеи, установлен внутри сидений. И чтобы его включить, вы нажимаете эту маленькую кнопку рядом с подогревом и охлаждением сидений, и она включает воздушный шарф, и он дует теплым воздухом на вашу шею. Так что, когда у вас опущена крыша прохладной ночью, вам все равно будет тепло в вашем СЛ. Это гениальная идея. И опять-таки, я бы хотел, чтобы эта функция была и в других кабриолетах. Другая интересная вещь, во многих кабриолетах, когда у вас опущена крыша, вы можете установить дефлектор ветра позади сидений. Обычно это такая пластиковая штука, которую вы должны пристегнуть на свое место, и это довольно затруднительно. Но не в СЛ, в СЛ, вы просто нажимаете кнопку, и дефлектор ветра автоматически поднимается на место. Если вы хотите, чтобы дефлектор убрался, просто нажмите кнопку снова, и он опускается обратно. И должен вам сказать, с поднятыми окнами, поднятым дефлектором ветра и включенным воздушным шарфом, вам будет тепло в этой машине даже в очень холодную ночь, с опущенной крышей. Далее, тут есть пара интересных вещей, которые происходят с опущенной крышей, когда вы тут сзади. Одна из них, в этой машине есть электропривод багажника. Нажимаете маленькую кнопку на брелоке, и багажник открывается автоматически. Но там же крыша на своем месте. О нет, не на месте. Все верно, крыша автоматически убирается из проема, даже когда она опущена, чтобы вы могли погрузить свой багаж в машину. Так что крыша автоматически убирается в сложенное положение, но если вы захотите попасть в свой багажник, она убирается еще раз, чтобы вы смогли погрузить ваши вещи в багажник. Когда вы положили свои вещи в багажник, вам, наверное, интересно, сможет ли крыша закрыться? Или же я положил сюда слишком много вещей? Вы это не поймете, пока не закройте багажник, только вот вы можете это проверить. Вы нажимаете эту маленькую кнопку сбоку багажника, которая опустит перегородку багажника и крышу, чтобы выяснить, поместится ли ваш багаж. Нажав эту кнопку второй раз, когда перегородка опущена, вы поднимете все обратно наверх, чтобы вы смогли положить больше вещей, если хотите, или переложить ваш багаж, если он не поместился. Но вам не обязательно нажимать эту кнопку, если вы знаете, что ваш багаж поместился, то просто нажмите кнопку закрытия на багажнике, и все эти штуки закрываются автоматически, включая сам багажник. И вам не нужно делать вообще ничего. Это на самом деле довольно крутая функция. Я недавно водил в Феррари Портофино, и в той машине вам нужно вручную открывать и закрывать перегородку багажника для того, чтобы опустить крышу. Но в этой тачке она сделает это автоматически за вас. И помня все эти вещи про опущенную крышу, теперь мы должны выполнить обратную процедуру и поднять крышу. И вы опять открываете эту маленькую крышку, нажимаете вниз эту маленькую серебряную петлю, и затем это начинается. И опять-таки, когда у вас такое положение, то вы можете просто использовать кнопку поднятия всех окон, чтобы поднять все окна нажатием всего одной кнопки. Опять-таки, это гениально. Далее мы перемещаемся под капот, где вы можете удивиться, увидев V6. На самом деле, вы тут увидите пластиковую крышку двигателя, но это V6. Что необычно, потому что SL в Северной Америке продавался только с V8 в течение последних где-то 15 лет. Но в 2015 модельном году Mercedes-Benz добавили версию с V6, которая сейчас называется SL450. Задумка была в том, что добавление базовой модели на V6 в линейку SL с более низкой входной ценой поможет кардинально увеличить продажи, чего, конечно же, не случилось. Тем не менее, этот V6 довольно привлекательный. Он оснащен турбированным V6 мощностью 362 л.с. против V8 мощностью 449 л.с. в SL550. К сожалению, начальная цена не сильно ниже. Цены на вот этот начинаются в районе 99 тысяч долларов против около 115 тысяч долларов за оснащенный V8 SL550. Далее переходим к нескольким другим интересным деталям экстерьера. Перед тем, как я перемещусь внутрь, я хочу поговорить об этих воздухозаборниках. Они были добавлены в SL для того, чтобы обозначить связь между этим SL и оригинальным 300 SL. Они пытались оживить в памяти славные дни, когда SL был значимым. У 300 SL были знаменитые большие воздухозаборники вот здесь, поэтому они добавили их и в эту машину. Только вот они фальшивые, так что эта машина за 100 тысяч долларов с фальшивыми боковыми воздухозаборниками, которые были добавлены исключительно для преемственности внешнего вида 300 SL. С учетом сказанного две фишки экстерьера, которые мне нравятся, одна тут спереди, это решетка. Мне очень нравится дизайн решетки этой машины, как она выглядит, как будто тут куча парящих маленьких серебряных шестиугольников вокруг эмблемы Mercedes-Benz. На самом деле они, конечно же, соединены маленькими черными деталями, но они выглядят очень круто, когда вы смотрите на них с расстояния. Другая интересная фишка этой машины — это фонари заднего хода. Если вы взглянете на конфигурацию задних фонарей, то заметите, что в них нет белого элемента, в котором могут находиться фонари заднего хода. Так где же Mercedes-Benz их спрятали? Под бампером. Это необычное место для фонарей заднего хода для любой машины, не говоря уже о люксовой машине, но вот где они находятся в новом SL. Далее мы переходим к интерьеру SL, где довольно много интересных фишек, одна из них — сиденьями. Когда вы открываете дверь, то можете заметить, что на сиденье сбоку есть маленькая кнопка с маленькими стрелками вперед и назад. Вы можете нажать эту кнопку, и затем сиденье автоматически сложится вперед, чтобы было легче попасть на заднее сиденье, что логично. Но есть одна маленькая проблема — в этой машине нет задних сидений, так что странно видеть эту кнопку на сиденье, которая складывает его полностью вперед для доступа, ни к чему. Хотя там сзади не прямо чтобы ничего, там есть небольшой отсек для вещей за водительским сиденьем. Вы можете его открыть и положить туда какие-нибудь вещи, хотя стоит заметить, что он есть только позади водительского сиденья, позади пассажирского отсека нет. Хотя на пассажирском сиденье тоже есть эта маленькая кнопка со стрелками, оно складывается вперед автоматически. Также между двух сидений сзади есть центральная консоль с крышкой, можете ее открыть и положить в нее еще какие-то вещи. И там даже есть держатель стакана, что необычно, потому что вы на самом деле не можете дотянуться до держателя стакана позади вас, когда вы сидите на сиденьях этой машины, но он там есть для дополнительного стакана, на случай, если вы захотите его хранить. И другая интересная вещь, позади сиденья в середине вы можете заметить, что там есть такая маленькая черная штука, установленная на крышке крыши, на динамике там сзади. Так что же это такое? Ну, это система ассистента парковки Mercedes-Benz. Многие машины показывают в мультимедийной системе, как близко вы находитесь к чему-то, но в этой машине там отображаются маленькие цветные линии внутри этой маленькой черной штуки, когда вы к чему-то приближаетесь на задней, и линии становятся больше, когда вы приближаетесь к объекту. Задумка, по которой его там разместили, в том, что когда вы смотрите в ваше зеркало заднего вида, когда сдаете назад, вы увидите в нем эту черную штуку и линии, и будете понимать, насколько далеко вы от чего-то находитесь. Это на самом деле довольно интересная идея, и они сделали точно такую же штуку спереди, так что вы всегда сможете понять, насколько далеко вы находитесь от препятствия спереди или сзади. Далее переходим к центральной консоли этой машины, здесь есть несколько вещей, стоящих упоминания. Начиная с селектора передач, это такой причудливый маленький селектор обрубок, на котором сверху написано SL, с такими маленькими ямочками, из-за которых он похож на мячик для гольфа. Это очень странный дизайн селектора, который нечасто увидишь, но он работает точно так же, как большинство селекторов в других моделях Mercedes-Benz. И также стоит заметить, что спереди селектора есть еще два держателя стаканов, так что вам не обязательно пользоваться тем, что сзади, до которого вам не дотянутся. Далее тут есть пара интересных кнопок рядом с рычагом переключения, на одной из них есть картинка машины в коробке, так что очевидно, это была первая вещь, которую я нажал, когда сел в эту машину, потому что я такой, а что это такое? Ну оказывается, когда вы нажимаете, она показывает в мультимедийном экране, в каком режиме езды вы находитесь, и она также показывает ваш угол рулежки, насколько вы жмете петаль газа и тормоза в текущий момент. Далее, интересная вещь на центральной контрольной панели. Салон этой машины просто великолепен, отделан самой хорошей кожей, со строчкой повсюду, тут все роскошное, за исключением центральной контрольной панели, которая из такого уродливого хренового пластика. Я уж не знаю, почему Mercedes делают салон таким красивым, а потом экономят на штуке в самой середине, это вообще непонятно. Далее интересная вещь сверху торпеда. Вдобавок к штуке ассистента парковки, вы можете видеть, что там есть часы. Я упомянул, что это интересно только потому, что здесь также есть часы в мультимедийном экране, и тут еще есть часы в экране в центре приборной панели, что заставляет вас задуматься, сколько часов вам нужно в двухместном родстере. Вам действительно нужно три разных места, чтобы посмотреть, который час? Mercedes-Benz, разве это не перебор с часами? Другая интересная вещь в мультимедийной системе. В этой машине не было инструкции владельца. Возможно, в ней была бумажная, но тут также есть инструкция в мультимедийной системе. Вы можете ее почитать, или же вы можете просто посмотреть мультики, которые довольно любопытные. Взгляните. Знаги, которые были распознаны, отображаются непрерывно в экране ассистента. Если режим навигации активен, в командном дисплее трафик... Это, наверное, самое скучное, что вы когда-либо увидите. Хотя, стоит заметить, я собирался поприкалываться над этими мультиками. Кто вообще это смотрит, там нет ничего полезного. Но они меня все-таки чему-то научили. Вот, послушайте. Езда по секции дороги в неправильном направлении включает предупреждение. Незамедлительно проверьте направление движения. Другими словами, система распознавания дорожных знаков, если вы едете не в ту сторону, распознает кирпич и дзынькает. Сообщаю вам, что она думает, что вы едете не в ту сторону, что на самом деле довольно крутой небольшой штрих. Не хотел бы это проверять, но очень любопытно знать, что эта машина может так делать. И, наконец, переходим к приборной панели. И к этому экрану внутри приборной панели там есть одна интересная вещь, она называется эко-дисплей. И когда вы заходите в эко-дисплей, он, по сути, показывает, как экологично вы водите, и он иллюстрирует это картинкой, на которой изображены ваша нога на педали, колесо в движении и весы правосудия. Так что, если вы, типа, слишком много давите на педали и слишком много крутите колеса, то весы правосудия будут не на вашей стороне. Итак, это были фишки и особенности Мерседес Бенса СЛ. А теперь пора сесть за руль и водить его. Ладно, введу СЛ. Ладно, суть этой машины в том, что это отличная машина, и едет она очень хорошо. Но это машина, которая не знает, чем она хочет быть. Меня злит, когда автожурналисты говорят, что это машина. Она не может ничего знать, что это вещь. Но если вы собираетесь использовать эту фразу для описания СЛ, то она просто идеально подходит. Когда-то это был самый спортивный, самый быстрый, самый захватывающий Мерседес Бенса, но потом вышел СЛС и СЛР и АМГ-Джетти, и внезапно появились новые флагманские спортивные захватывающие модели Мерседес Бенса, и он больше не был самым крутым, и просто такова была реальность. Ну ладно, тогда СЛ может занять нишу люксовой машины для покатушек в линейке Мерседес Бенса. Но проблема в том, что затем они выпустили С-класс кабриолет, и он является люксовым кабриолетом для покатушек. И вот я думаю, а что же осталось для этой машины? И скажу вам, я вожу эту тачку уже несколько часов, и ответ такой, она хорошо едет, она спортивная, она прикольная и захватывающая, но она просто не такая захватывающая, как AMG GT. И она действительно люксовая, и приятная, и очень комфортная, но она просто не такая комфортная, как S-класс кабриолет. Поэтому вы получаете такой странный компромисс. Я гарантирую, что вероятно, есть люди, которые заинтересованы в этом компромиссе, но затем вы учитываете, что есть еще и Porsche 911, и Jaguar F-Type, конкуренты, которые тоже особенные, и востребованные. И сколько есть людей, которым действительно нужна двухместная, полулюксовая, полуспортивная машина. Что я могу однозначно сказать про эту машину, я думаю, вы должны брать V6. Если вы хотите SL, я могу понять конкретный тип человека, который по-прежнему хочет эту машину. Если вы на этом рынке, я настоятельно рекомендую V6 вместо V8. У этого мотора более чем достаточно мощности, и скажу, что одна из моих главных жалоб на турбированный V6, то, что они хорошо выглядят на бумаге, но у них просто нет такого крутящего момента, когда вы первоначально жмете газ. Просто не чувствуется, что он достаточно готов. И этот V6 таким не ощущается. Это один из немногих турбированных V6, я имею в виду, как в новом Ford GT, про который я действительно могу сказать, что у него есть крутящий момент. У него есть мощность, и по ощущениям он классный. Езда относительно комфортная, хотя она жестче, чем я ожидал в комфортном режиме. Она не такая комфортная, как должна быть в люксовой машине, в которую он превратился. Им нужно сделать езду помягче, но проблема в том, что затем вам приходится признать, что это больше не спортивная машина, которой он когда-то был. Я просто не понимаю, кто их покупает. Я пытаюсь представить ситуацию, в которой я бы его купил. И на ум ничего не приходит. Разве бы вы лучше не купили М4 с двумя дополнительными сидениями? Разве вы бы не купили 911 с двумя дополнительными сидениями, не пожертвовав при этом плавностью хода, но при этом получив именитую марку, которая не будет так сильно обесцениваться, и обладает лучшими характеристиками вождения. Итак, это Mercedes-Benz SL 450 2018 года. Мне нравится эта машина, но правда в том, что я не вхожу в ее целевую аудиторию. Если бы я сегодня покупал кабриолет Mercedes-Benz, то я бы прошел мимо этой тачки и купил бы AMG GT Roadster, а этот я бы даже не рассматривал. Это отличная люксовая машина для покатушек, для людей, которые хотят хороший кабриолет с мягкой подвеской и ощущением люксовости, но не слишком люксовый, потому что в противном случае вы получите S-класс кабриолет, и для людей, которые также не хотят больше двух мест, потому что в противном случае вы получите S-класс кабриолет. Это очень узкий сегмент рынка, и, честно говоря, он становится только уже. И скоро я уже не удивлюсь, если он вообще перестанет существовать. В любом случае, теперь пора оценить эту машину по шкале Дага. Начиная с выходных категорий и стайлинга, SL выглядит хорошо. На мой вкус, он не особо великолепный, но довольно хороший, он получает 6 из 10. Ускорение разгоняется с нуля до сотни за 4,9 секунды, и получает 6 из 10. Управляемость в порядке, безопасная, но более расслабленная, чем вам бы хотелось, он получает 6 из 10. Фактор веселья нормальный, это шустрый кабриолет, но не то, чтобы слишком волнующий, он получает 6 из 10. Фактор крутости тоже всего лишь нормальный, это дорогая люксовая машина, но не одна из самых крутых, и он получает 5 из 10, доводя итоговую выходную оценку до 29 из 50. Далее, повседневные категории и функции. Этсел нафаршированный, ему не хватает только некоторых лучших ультралюксовых функций и самых передовых технологий, и он получает 8 из 10. Комфорт хороший, но не такой хороший, как у вельветовой люксовой машины, и он получает 7 из 10. Качество в порядке, салон прекрасный, за исключением этой чертовой пластиковой центральной панели. Надежность неизвестна, но у Мерседес не лучший послужной список, и он получает 7 из 10. Практичность нормальная, в нем много места, и достойное багажное пространство, и, наконец, стоимость, он чрезвычайно дорогой для того, что из себя представляет, особенно учитывая его сильное обесценивание. Он получает 4 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 29 из 50. Складываем вместе оценка по шкале Дага 58 из 100. И вот он в сравнении с некоторыми похожими автомобилями. Он не такой захватывающий, как любой своих конкурентов, и он хорош только как повседневная машина. На самом деле, будет трудно предпочесть дорогой, относительно непрактичный SL 911 и AMG GT Родстеру, S-класс кабриолету, или даже E-класс кабриолету. И оценка по шкале Дага это показывает. Перевод и озвучка от студии XoSphere. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода